В Азербайджане на южном направлении события развиваются стремительно и уже идут сообщения о том, что армейские подразделения вошли в город Зангелан. А это значит, что до конца дня азербайджанские военные полностью восстановят контроль над своим участком границы с Ираном и одновременно отрежут карабахскую группировку оккупанта от гуманитарной помощи россиян, которая идет через территорию Ирана. Мы прекрасно знаем, что такое российская гуманитарная помощь, и теперь азербайджанцы тоже это знают. В общем, с потерей Зангелана армяне лишились логистического узла. И в подтверждение смотрите видео по ссылке под этим роликом. Если посмотреть на карту, то можно понять, что этот населенный пункт находится на одной из основных дорог, по которым армянские войска имели возможность перемещаться и получать снабжение. Она расположена между горными хребтами и, насколько можно понять, азербайджанские войска обошли предгорья с юга и вошли в долину, где и расположен этот город. С его потери провисает весь южный фланг армянских войск, и в общем, на этом направлении азербайджанская армия близка к достижению своих оперативных целей. Восстановление контроля над границей с Ираном. По заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, на этот момент, кроме Зангелана, от оккупации освобождены села Физулинского района. Дерчиднар, Хюрдляр, Юхары-Абдурахманлы, Гаргабазар, Ашагы-Вейселли, Юхары-Айбасанлы, села Джабраильского района Сарахша, Гасан-Гайды, Фуганлы, Имам-Багры, Дашвейселли, Ярахмедли, села Хаджавенского района Агчакенг, Мюлкидере, Дашбаши, Гюнешли, Венгчинарлы, села Зангеланского района Хавалы, Зернели, Мамед-Беи, Хекери, Шерифан и Муганлы. А всего на этот момент освобождено шесть сел Физулинского района, семь Джабраильского, пять Хаджавенского и шесть Зангеланского районов. Ну а в ходе этого рейда счет уничтоженной и захваченной техники противника продолжает расти. С его слов, ВС Азербайджана уничтожили 241 армянский танк, 39 танков взяты в качестве трофеев. Выведены из строя 70 установок ГРАД, 4 комплекса С-300. В западной прессе встречаются сообщения о том, что стороны дают противоречивые данные о своих успехах и, соответственно, о потерях противника. Но фокус в том, что такое можно было рассказывать вчера, а сегодня, когда современное оружие обладает возможностями видеофиксации в реальном времени, все довольно легко посчитать, если иметь время, желание и терпение. Новые кадры нанесения ударов по армянским войскам и кадры уничтожения хваленых комплексов С-300 смотрите там же по ссылке. Причем от армянской стороны нет не то, что обилия подобных материалов, а вообще ничего нет. Поэтому азербайджанские военные взяли на себя труд и делают работу за армян. Например, с дронов они снимают на видео бегство их спецназа в пешем порядке. При этом они отдают должное армянским военным, замеряя скорость их бега. Выясняется, что по пересеченной местности и с остатками дорогого снаряжения на холке, армянские бойцы спецназа уже давно превзошли олимпийских чемпионов и даже антилоп, а теперь подбираются к скорости гепардов. Только эти пятнистые кошки бегают без груза и на очень короткие дистанции, причем не в горах. А эти бегут так, что за ними только пыль стоит. Говорят, что азербайджанские военные не добивают их с дронов намеренно, чтобы дать возможность армянским военным проявить себя на спортивных аренах. Наверное, после завершения выдавливания противника на его территорию с южного фланга, стоит ожидать перегруппировки сил азербайджанской армии и начала встречной операции с северного направления. В любом случае, каждый день боевых действий приближает азербайджанскую армию к своей цели. А что делать дальше, будет зависеть от того, насколько армяне дадут для этого повод. Субтитры создавал DimaTorzok